За последние 20 лет построены следующие боевые надводные корабли. Подводные лодки, за скобки выносим. Значит, за 20 лет построено 5 фрегатов, 7 корветов и 2 больших десантных корабля. Общая стоимость этих кораблей, надводных кораблей, общая стоимость составляет примерно 4,5 миллиарда долларов. На самом деле чуть поменьше, но я округлил. Мы будем считать 4,5 миллиарда долларов. Теперь внимание. За те же годы построены следующие яхты российских олигархов. Ну вот я просто перечислю несколько яхт и их стоимость. Значит, самая дорогая. Яхта Дилбар Алишера Усманова. Стоимость этого судна 550 миллионов долларов. Яхта Эклипс Романа Абрамовича. Стоимость 460 миллионов долларов. Сейлинг яхт Эй, господина Мельниченко. 425 миллионов долларов. Ошен Викторе, металлургического магната Рашникова. 310 миллионов долларов. Луна, олигарха Ахмедова. 230 миллионов долларов. Еще одна яхта Усманова, называется ОНА. Стоимость 210 миллионов долларов. Яхта Палладиум, олигарха Прохорова. 155 миллионов. Пацифик Михельсона. 130 миллионов. Барбара Патанина. 125 миллионов. Танго Виктора Виксельберга. 110 миллионов. Кибо Мамута. 105 миллионов. Альфа Неру Гурьева. 105 миллионов. Две яхты Патанина. Нирвана и Анастасия. 180 миллионов долларов. Ну, согласитесь. Достаточно впечатляющая флотилия, которая принадлежит армии российских олигархов. И это далеко не все, что я перечислил. На самом деле, еще десяток таких же яхт. Я просто не хочу утомлять вас долгим перечислением. Еще примерно десяток яхт, стоимость которых превышает 100 миллионов долларов. То, что ниже 100 миллионов долларов, я просто даже не рассматривал. Значит, общая стоимость всего олигархического флота, который я собрал за последние 20 лет, составляет, ну, вот просто по данным из открытых источников, превышает даже 5 миллиардов долларов. Ну, то есть, смотрите, за 20 лет, последние 20 лет путинского правления, на 4,5 миллиарда долларов построили военных кораблей, и больше чем на 5 миллиардов построили яхт олигархов. Еще есть у вас вопросы, почему, значит, российская армия демонстрирует, ну, такую, скажем, очень среднюю боеспособность. Ну, понятно, что когда Путин выходит к федеральному собранию, он не рассказывает про яхты олигархов, да, он рассказывает там про ракеты, про модернизацию, про военный флот и так далее. Про яхты олигархов нужно вот покрупиться, собирать информацию из открытых источников. Субтитры создавал DimaTorzok